Анастасия Агеева Вопрос будет такой. В законы края, касающиеся предоставления мер социальной поддержки, внесены изменения. Какие это изменения? Расскажите, пожалуйста, поподробнее. Да, действительно. С 10 августа сего года вступили изменения закон края предоставления мер социальной поддержки отдельным льготным категориям граждан. В частности, изменилась форма предоставления мер социальной поддержки. Ранее они выплачивались в виде субсидий, то есть авансом за предыдущий месяц. Теперь поменялось слово субсидия на компенсацию. Компенсация – это возмещение фактических понесенных затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг. То есть теперь, в соответствии со всеми действующими нормами нашего законодательства, граждане за коммунальные услуги должны будут оплатить с 1 по 10 числа следующего месяца за тем, который закончился. Ну, например, за август месяц необходимо будет оплатить с 1 по 10 сентября. Затем ресурсоснабжающие организации нам предоставляют сведения, в которых передают фактически, кто произвел оплату. И в соответствии с этими данными мы уже будем готовить реестр на выплату для льготных категорий граждан, для граждан, которые имеют какой-то льготный статус и получают вот эти меры социальной поддержки. В соответствии с их фактом оплаты. Ранее выплачивалось, как я уже говорила, авансом. Люди получали, потом платили, потом мы сверяли, когда нам предоставляли сведения, делали перерасчеты, доплаты. Либо там какие-то, возможно, если мы заплатили больше, чем человек фактически потребил, делали перерасчеты, удержания, то теперь всего вот этого уже сложного механизма не будет. Сейчас механизм будет более прозрачный. Заплатили, нам передали сведения, и мы, исходя из этих данных, уже начислили компенсацию. Хочу еще раз отметить, что эти все изменения касаются только предоставления мер отдельным льготным категориям граждан. Ну, например, это ветераны труда Российской Федерации, ветераны труда Красноярского края, инвалиды, специалисты на селе, это педагогические работники, медицинские работники, работники социальной сферы, социальные работники, ветеринарные службы. Ну, и другие граждане, которые имеют льготный статус. Это касается только их. Предоставление субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг по доходам, это не касается. Они как предоставлялись, так и будут предоставляться. Конечно, сейчас очень много возникает уже вопросов в связи с тем, что квитанции гражданам поступают не совсем, так скажем, своевременно, то есть они поступают после 15-го числа. Хочу довести до сведения всех граждан-получателей, что сейчас с этим вопросом мы занимаемся, мы встречаемся со всеми ресурсоснабжающими организациями и будем искать наиболее оптимальный выход, потому как они тоже готовят квитанции по тем сведениям, когда они им предоставлены, и отправляют их через почту. Но также мне бы еще хотелось разъяснить для граждан, что у нас есть такой электронный сервис, как личный кабинет. То есть гражданин заходит в ресурсоснабжающую организацию, вот у нас Краснерго, регистрируется в личном кабинете, и в начале месяца он может зайти в этот личный кабинет и увидеть и свою квитанцию, и свою начисленную оплату. В соответствии с этим можно либо распечатать и заплатить на почту, либо воспользоваться сервисом и заплатить через онлайн-банк. То есть такие оплаты тоже принимаются, они учитываются, и тогда вы попадете в то, что вы заплатили, и не нужно ждать квитанцию, поступившую, которая по почте. Сейчас тоже разъяснительную работу с гражданами в этом направлении мы ведем, и я надеюсь, что у нас все пройдет. Переходный период, вот август-сентябрь месяц, это такой переходный период, конечно, мы будем сейчас тоже перестраиваться на новые вот эти предоставления реестров, услуги. Ну хотя для нас мы, в принципе, всегда так работали, что с 10 по 15 нам предоставляли сведения об оплате и о лицах, которые имеют задолженность за два и более месяца. В соответствии с этим мы делали сверку, начисление и готовили ведомости для выплаты в краевой выплатной центр. Для нас механизм, в принципе, остается тот же, но тем не менее, вот август-месяц-сентябрь, это будут переходные месяца, и понятно, что те граждане, которые вот сейчас еще не успеют по каким-либо причинам заплатить до 10 сентября, мы при начислении компенсации за август не будем брать это в расчет и начислим всем. Также хочу разъяснить, что вот сейчас уже за август льготы, компенсацию по оплате жилищно-коммунальных услуг люди получат, те, кто получают через кредитные организации, зачисление происходит после 22 сентября, получат они уже на банк, те, кто получают через почтовое отделение в соответствии с графиком выплаты, с 1 по 10 октября граждане получат меры социальной поддержки в соответствии компенсацию по факту оплаты за август месяц. За сентябрь, соответственно, они произведут оплату с 1 по 10 октября, нам передадут сведения, и с 1 по 10 ноября они получат за октябрь. То есть потом, в принципе, никакой месяц не потеряется. Многие переживают, что вот сейчас август выпадет. Нет, август не выпадет, он не потеряется, он будет назначен. Да, единственное, что сейчас для того, чтобы оплатить в сентябре, придется оплатить из собственных средств. Но, тем не менее, это потом все компенсируется. Еще тоже могу сказать, что очень много вопросов, что пенсию люди получают там 15, 18, 20. Как тут быть? Значит, как я уже сказала, один месяц придется заплатить вот из собственных средств, а потом уже независимо от какого числа вы получаете пенсию, это денежные средства, потому что все равно мы все с вами знаем свой примерный платеж за месяц, ну, не считая там каких-то, возможно, небольших отклонений. То есть эта сумма должна гражданинам оставляться, и с 1 по 10 числу производится оплата. И все, и никаких проблем не будет. Все будут льготы получать в том объеме, в каком они положены, соответственно, своевременно все в срок. Еще бы мне хотелось сказать, что также были в августе вступили изменения в порядок предоставления компенсации оплаты проезда для детей инвалидов и граждан, имеющих инвалидов, к месту обследования, реабилитации, прохождения медико-социальной экспертизы, либо лечения гемодиализа. Теперь расширился еще пакет документов. Ранее нам достаточно было, когда человек обращался к нам, предоставлял заявление, паспорт, справочку МСЭК и направление на обследование. И, соответственно, подтверждали проезд. Это были либо билеты на автобусе, на ЖД поезде, либо, если человек ехал на личном транспорте, предоставляли нам справку о стоимости проезда, в соответствии с транспортной компанией, которая осуществляет наши перевозки по маршруту Богучан и Красноярск. Сейчас пакет расширился. Во-первых, в направлении должно быть написано, что человек направляется по направлению, по решению врачебной комиссии и направляется он в связи с тем, что у нас здесь на месте не может быть произведено это обследование, не может быть предоставлена реабилитация, либо медико-социальная экспертиза. Также человек, который едет с этим направлением, должен дополнительно предоставить выписку из лечебного учреждения о том, что они действительно проходили обследование. Это точно также теперь важный дополнительный документ, без которого мы будем, если человек его не предоставит, для нас будет основание для отказа в оплате компенсации. И следующее изменение, это если гражданин едет у нас на личном транспорте, независимо от того, что он предоставляет нам квитанции о стоимости проезда, дополнительно в обязательном порядке должны предоставляться чеки с автозаправочных станций промежуточных по пути следования. Ну, допустим, если брать у нас, это может быть Абон, Долгий мост, Уяр, Бородино, где неважно на какую сумму они заправились, на 10 литров, либо на 1 литр, но чек, подтверждающий нахождение человека в пути на момент поездки, должен быть обязательно предоставлен. Это также теперь обязательный документ. Его отсутствие также будет являться для нас основанием для отказа в проезду выплаты компенсации. Ранее этого не было, еще раз повторюсь. Теперь уже, если все поездки, которые совершаются в августе месяце, должны быть уже с такими дополнительными документами. А какие вообще изменения предполагаются в сфере социальной политики края? Ну, если брать в глобальном таком масштабе, то в соответствии с поручениями правительства, у нас, конечно, в социальной сфере будут такие небольшие структурные изменения, как, например, о том, что передача полномочий по отрасли социальная сфера передается на краевой уровень. До конца 2019 года эти полномочия переданы на муниципалитет, их исполняем мы, как Управление социальной защиты администрации Бугучанского района, то с 1 января 2020 года эти полномочия передаются, остаются на краевом уровне. Наше управление, как муниципальное учреждение при администрации, будет ликвидировано, но, тем не менее, мы будем существовать и продолжать свою работу только в другом организационном виде. То есть мы будем отделением Краевого управления социальной защиты населения, которое на сегодняшний день уже создано. Сейчас проводятся организационно-штатные мероприятия, и с 1 января для граждан ничего не изменится, только как улучшение качества предоставления и получения вот этих всех государственных услуг. Для этого делается, мы, будет немного у нас перестроена работа, изменена структура, более направленная на то, чтобы качественно в срок и своевременно все это. Наша задача сохранить полный охват всех граждан, которые имеют право на меры социальной поддержки, чтобы все получали, получали своевременно и в полном объеме. На сегодняшний день хочу сказать, что мы стремимся к этому показателю, но, тем не менее, 93% из тех граждан, например, как инвалиды, ветераны либо многодетные семьи на сегодняшний день получают неплохой показатель, но, тем не менее, еще не 100%. Мы стремимся, производим все постоянные ежемесячные мониторинги, обзваниваем людей, выходим на дома, разъясняем, на что они имеют право, и, конечно же, соблюдаем, что мы все делаем, все для того, чтобы граждане у нас получали. Также в связи с этим с 1 октября Управление социальной защиты переходит на новый график режим работы. Мы будем работать по гибкому семейному графику. Понедельник, вторник, среда и пятница прием граждан в управлении будет осуществляться с 8 утра до 5 вечера. Отдел приема, отдел по организации социальной работы работает у нас без обеда, без перерыва на обед, то есть с 8 до 5 ведется прием граждан без каких-либо проволочек. В четверг Управление социальной защиты будет работать с 8 утра до 8 вечера. Будет прием, специалисты будут работать. И точно так же у нас добавляется дополнительный рабочий день в субботу с 9 до часу. Также мы будем работать, будем открыты для приема граждан. Делается это для того, чтобы было более удобно работающим гражданам, либо гражданам, которые тоже у нас живут вне села Богучаны, а в поселениях. И они в субботу очень многие приезжают по каким-либо своим делам. У них точно так же будет возможность обратиться к нам, сдать документы, получить какую-либо компенсацию, удостоверение, любую нашу услугу. Поэтому о работе управления более подробно уже в сентябре месяце тоже будет большая информационная кампания. Но тем не менее, пользуясь случаем, я поэтому сейчас тоже довожу до сведения, что с 1 октября у нас будут вот такие изменения. Но вот если кратенько, то это вот то, что мы планируемся, к чему готовимся и как будем работать. Очень много сейчас говорится о национальных проектах, например, демография. Эти национальные проекты затрагивают непосредственно работу учреждений, социальные сферы и обслуживания у нас в районе? Да, конечно, это напрямую эти проекты связаны с нашей работой. Национальный проект «Демография», он включает в себе 5 федеральных проектов. Это такие, как проект «Федеральный старшее поколение», это проекты, связанные с улучшением состояния здоровой нации, это выплаты, денежные выплаты семьям с детьми, это поддержка, занятость населений, занятость женщин, находящихся по уходу за ребенком до 3 лет, и старшее поколение, занятость женщин, финансовая поддержка, национальный проект «Здоровье» и национальный проект «Спорт». Это вот именно пропаганда старого образа жизни, чтобы больше люди занимались, уделяли внимание своему здоровью, развитию детей, вовлечению их в спортивные, отвлечению сейчас. Да, мы знаем, что дети у нас компьютерами всем занимаются. Лучше, чтобы они выходили на улицу и играли в футбол. И вот один из, не один, а два вот этих федеральных проекта – это поддержка материнства и детства, финансовая поддержка, это непосредственно которой занимаемся мы. Здесь такие направления, как материнские сертификаты при рождении второго, третьего, последующих детей. Это как выплаты на первого ребенка. Начиная с января 2018 года действует федеральный закон, президентские выплаты их все называют у нас, когда при рождении первого ребенка в семье мы назначаем пособия. Сейчас еще добавили, их расширили, из материнского капитала можно воспользоваться выплатами. Это точно так же сюда входит и поддержка, пропаганда здорового образа жизни и материнства. Это такие же направления, как, например, экстракропоральное оплодотворение для помощи семьям, которые хотят, но не могут иметь детей. В общем, вот такие направления. Мы непосредственно занимаемся вот этими денежными выплатами. Точно так же принимаем документы, рассказываем, разъясняем, назначаем выплаты, проведем. Ну а старшее поколение, это непосредственно уже то направление, которое занимается, работает наш комплексный центр социального обслуживания населения, который у нас тоже на территории района успешно действует, реализует все эти направления программы. Здесь больше направлено на развитие стационара, заменяющих технологии для граждан старшего поколения. То есть они не должны быть у нас одиноки, как-то отдельно, без поддержки. То есть вот это и патронажные семьи, это и оказание различных услуг мобильными бригадами, это и такие формы, как... Вот сейчас мы внедряем школу с сентября месяца на школу ухода за пожилыми людьми. Эта школа направлена на помощь родственников, у которых есть тяжело лежачие больные родственники, которые непосредственно каждый день нуждаются в уходе, но при этом не всегда знают, как правильно их поднять, посадить, перевернуть, какие-то гигиенические процедуры, какое должно быть питание. Вот именно в этой школе, в которой у нас на взаимодействии будут преподавать медицинские работники, психологи, социальные реабилитологи, которые будут точно помогать. У нас уже первый курс набран, у нас в них будут участвовать жители села Манзе, Пинчуга, Красногорьевские, Богучаны. Группы будут небольшие 5-7 человек, ну, потому что, чтобы это было именно для каждого индивидуально. В течение трех месяцев будут проводиться циклы этих занятий. По итогу будет, возможно, какой-то такой небольшой итог, как экзаменационный, что кто-то что-то недопонял, либо не понял. Еще будем разъяснять, практически проверять все это. И вот таким методом будем обучать, именно помогать и родственникам, и тем гражданам, которым нужна такая помощь, чтобы им было комфортно всем для проживания, для оказания, для получения вот этих услуг. Второе направление тоже мы, это также школа здоровья, она рассчитана именно для граждан старшего поколения, где также врачи и другие специалисты будут рассказывать о здоровом питании, о профилактике сердечно-сосудистых либо других заболеваний, где непосредственно тоже слушатели будут приходить, и на базе комплексного центра будут проводиться такие практические занятия с демонстрацией каких-либо там видеороликов, материалов. Ну, в общем, такого у нас не было. Это вот мы сейчас как бы расширяем спектр своих услуг. Пожалуйста, если кто-то заинтересовался, можно обращаться либо в Управление социальной защиты, либо в комплексный центр социального обслуживания населения, он располагается по адресу села Богучан, Ленина, 13, и записываться, и посещать эти курсы, и получать расширные знания, чтобы как-то улучшить, скрасить свою жизнь. Это только вот одни такие вот направления, которые вот на старшее поколение мы сейчас вот большой упор, что это вовлечение и в культурно-какие-то развлекательные, спортивные мероприятия. У нас в течение года очень большой цикл проводится, но именно вот такие вот формы. У нас что-то было, чего-то не было, внедряем заново, чтобы как раз вот улучшить качество предоставления всех наших социальных услуг. Сейчас разгар подготовки к новому учебному сезону. Началась акция «Помоги пойти учиться». Как это проходит у нас, и какие результаты уже есть на сегодняшний день? Да, акция стартовала, акция ежегодная, акция массовая, находит большой отклик в сердцах наших богучанцев, за что мы им премного благодарны. Несмотря ни на что, все равно есть еще такие семьи, которым необходима такая помощь. Но на сегодняшний день хочу сказать, что список семей и детей, нуждающихся в такой помощи, у нас сформирован. Это в разбивке по поселкам, по семьям, все это есть. Написаны письма уже. Люди, зная, что в августе такая акция стартует, уже сами, не дожидаясь наших писем и объявлений, уже несут, оказывают какую-то помощь, портфели, канцелярские наборы. Поэтому все идет, все в штатном режиме. Надеюсь, что все, кому помощь такая нужна, ее получат. Если еще кто-то, кому нужна такая помощь, либо кто хочет помочь, пожалуйста, мы всегда рады, приходите, обращайтесь, будем делать все возможное и помогать. Не могу сказать о каких-то либо еще финансовых, потому что акция только стартовала, но уже, как я сказала, все это идет. Более подробные итоги можно будет подвести уже в начале сентября, когда уже такой первый этап у нас, вот он обычно на две недели проходит. Мы стартуем, идем, оповещаем, и потом уже у нас маховик раскручивается. И хочу сказать, что люди несут, уже знаю, что не только школьно-письменные принадлежности, потому что знают, что помимо школьников еще есть и другие маленькие ребятишки, где-то какие-то игрушки, потому что, когда приезжаешь, ты одеваешь школьника, а маленькие стоят с большими глазами и ждут, а нам что? Мы уже это тоже знаем, мы уже как бы едем, если мы идем в семью, то идем с подарками для всех. Поэтому обращайтесь, несите, помогайте, добро всегда возвращается добро. Также хочу еще отметить, что все мы знаем, что в июле месяце у нас в поселке Октябрьский и Малеево была чрезвычайная ситуация, связанная с подтоплением некоторых домовладений. У людей пострадали огороды, то есть люди остались без урожая. В связи с этим также мы объявили акцию «Поделись урожаем», направленную именно на оказание помощи жителям поселка Октябрьский и деревни Малеева. Здесь мы принимаем фрукты, овощи, заготовки, тоже все то, чем мы можем поделиться. И это вот уже акция у нас тоже стартовала. Первый урожай, который принесли, уже был отправлен жителям деревни Малеева. Акция продлится до 15 сентября. Поэтому, если у вас назрело много помидор, огурцов, либо там вот картошки сейчас у нас подходит, потому что людей действительно затопили огороды и не остались даже без вот этой вот зелени, без вот этих вот овощей, которые мы всегда в этот период собираем, делаем заготовки и потом спокойно зимой кушаем и знаем, что мы ее спокойно зиму-перезимуем. Поэтому, пожалуйста, тоже давайте поделимся и поможем наших земельков поддерживать. Хорошо, спасибо большое. Если есть что добавить, то можете добавить. Спасибо. Хотела бы добавить, что по всем интересующим вопросам, касающимся изменения в законодательстве, либо акции проведения оказания помощи, либо получения этой помощи, обращайтесь в Управление социальной защиты населения по телефонам лично. Телефон 2-13-67-28-2-35-2-19-05. Телефонов очень много. Личность с 9 и с 8 утра. Мы для вас открыты. Приходите. Мы всегда вас ждем. С важной информацией была гость в студии Марина Михайловна Колесова. Всего вам доброго. До свидания. Богучаны, внимание! Не пропустите последнюю летнюю распродажу шуб меховятки. Жаркие скидки до 70%. Норка от 23 тысяч рублей. Рассрочка до 36 месяцев. Только 27 августа в ДК Янтарь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok